Субтитры делал DimaTorzok Кризис, конечно, сказался на нас. У нас скорректирована годовая программа выпуска. У нас были определенные сбои в ритме. Сказалось это и на объемах продаж. Субтитры делал DimaTorzok То есть иностранных машин становится все больше и больше. Это и фактор, потому что они лучше, красивее, качественнее и так далее и тому подобное. И то, что их возится больше, и то, что они производятся у нас, и то, что собственные производители стали производить меньше. Ну что, Волга прекратила газ выпускать. Сайбер там выпустил 500-600 машин. Все остановилось. Вот однажды повез одного журналиста. Десять лет – это большой срок-то очень. Вот ей четыре года будет в ноябре месяце, а уже пошли пятны ржавчины. Бамперы передние и задние уже ржавые. Ну ничего. И вот даже нигде не вдарилось, а уже ржавчим поступает. Душ металл плохо обработал. Краска плохая. У нас, скажем, до недавнего времени автовладелец, он сам же был. И сам же его и ремонтировал. То есть его сервис – это его личный гараж или гараж его друга. Вот. И постепенно, конечно, надо от этого уходить и давать возможность развиваться автопромом, то есть покупать новые машины. То есть оборот должен быть. У нас оборота практически не было. Люди ездили по 15 лет на машинах, и все. Автопрома поможет, а вот АвтоВАЗу, мне кажется, уже ничего не поможет. АвтоВАЗу ничего не поможет? И разница в цене не настолько большая, чтобы не купить себе малолитражную иномарку такого же класса. АвтоВАЗу ничего не поможет.